Всем привет, меня зовут Илья, и в этом видео, дорогие друзья, мы будем с вами ставить эксперимент и проверять, насколько автомобильное масло способно увеличить срок службы ваших струн, и как оно может вообще повлиять на звук и на ощущения от игры. Ха-ха-ха-ха-ха! Так сказать, истоки вот этого всего. В то время было, мягко скажем, не очень много литературы на эту тему, и данная книга являлась реальным хитом, через нее прошли огромное количество олдов, бас-гитаристов старой школы. Может быть, новая школа уже молодые бас-гитаристы не знают об этой книге, но те, кто постарше, любой знает, что такое Ариевич, практическое руководство игры на бас-гитаре. Настоящий хит, и многие олды, многие старые бас-гитаристы старой школы проходили эту книгу и, так сказать, делали то, что в ней написано. Однозначно, я в этом на 100% уверен, что это была, так сказать, такая хрестоматийная каноничная книга, в которой все вот эти основы. И здесь у нас буквально в самом начале, в самом начале этой книжки, так скажем, на третьей странице уже есть такая статья, как уход за бас-гитарой. И здесь написано, цитирую, Бас-гитару необходимо хранить в жестком футляре или в чехле из плотной материи. Резкое изменение температуры, незначительные повреждения или удары могут вызвать ухудшение качества звучания инструмента. Нужно следить за его чистотой. Смазывая время от времени струны машинным маслом, можно надолго предохранить от ржавчины. И мы сегодня проверим вот эту гипотезу, насколько же абсолютно убитые струны, вот данная бас-гитара, мой ибанез, здесь сейчас стоят максимально убитые струны, им уже около года, они побывали на нескольких инструментах. Мы сегодня попробуем, я сниму эти струны и, так сказать, обработаю их машинным маслом, и мы послушаем разницу. Я уже подготовил, уже записал, так сказать, уже записал треки именно на убитых струнах, которые вообще невозможно слушать, стрески, какие-то скрипы, непонятные обертона, которых не должно быть. В общем, полностью нерабочие струны, которые уже можно выкинуть. Но после того, как мы обработаем их машинным маслом, мы посмотрим и сравним. Я запишу также эти треки, и мы посмотрим, есть ли разница в ощущениях и в звуке. В общем, я буду использовать этот ибанез, потому что мой пресиже, мне жалко машинным маслом мазать. Ибанез как раз у меня для таких экспериментов. В общем, убитые струны. Далее, мы сегодня будем использовать с вами данное машинное масло, вот такой вот фирмы. Тут мне заливали его в двигатель, и чуть-чуть осталось. Это именно для двигателя маслом, как раз осталось именно для струн. В общем, отлично. И также перчатки у нас будут, вот такие перчатки, чтобы не измазать, соответственно. И обычная тряпочка. В общем, сейчас я начну, так сказать, эту процедуру. И после обработки оставлю струны на одну ночь, на, можно сказать, на 12 часов утром. Запишу результат, и мы послушаем с вами разницу. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Итак, дорогие друзья, вы все сами прекрасно слышали в данных примерах. Разница есть, разница слышна невооруженным ухом. Вот тот самый бас, те самые струны. Прошла ночь, они лежали. Прежде чем устанавливать, я, естественно, их еще раз обработал сухой уже тряпкой, протер начисто, насухо, чтобы они не были жирными и не пачкали руки. И после того, как я масляной тряпкой их обработал, сразу же после этого тоже сразу вытер их начисто, чтобы лишний раз не пачкаться потом при игре. Значит, разница, как вы уже слышали, она есть. В ощущениях, естественно, тоже есть разница. Струны стали более гладкими, более, так сказать, менее шуршавыми при слайдах и так далее. При смене позиции, например, стало легче, потому что струны более гладкие. Чем-то напоминает эликсир, у которых есть вот эта нано-пленка, которая их защищает от, так сказать, коррозии, от грязи. И масло, оно тоже неким образом создает вот эту пленку, которая защищает струны, естественно, от коррозии. И по ощущениям напоминает струны эликсир. Вот такая вот инфа для вас. В общем, делайте сами выводы, стоит оно того или не стоит и так далее, и так далее. В общем, спасибо за просмотр, спасибо, что уделили свое драгоценное время на это видео. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь, ставьте комментарии и так далее, и так далее. Всем любовь, доброта, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok